Украинская страна отвергла идею развести вооружение в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил представитель ДНР на медских переговорах Денис Пушилин. Тем не менее, сегодня станцию вновь подключили к электроснабжению. Благодаря этому вода стала поступать в окрестные дома после трехдневного перерыва. Обстановка в Донбассе остается тяжелой. Сегодня в СОО постреляли центр и север горловки, в том числе и с крупнокалиберной артиллерии. О нарушениях режима тишины сообщают и в Луганской Народной Республике. Но тем временем официальный спикер российского МИДа Мария Захарова раскритиковала визит Курта Волкера в Донбасс. По ее словам, действия спецпредставителя американского госдепа по Украине только обостряют конфликт. Захарова заявила, что Волкер поддерживает милитаристский настрой Киева. К сожалению, вместо того, чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию военной напряженности, напомнить украинскому руководству о необходимости выполнения его обязательств по Минским соглашениям, Волкер традиционно озвучил ряд, на наш взгляд, уже одиозных каких-то тезисов. Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасс. Вот это свидетельствует, знаете, вот этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих Минских соглашений, либо просто не желает замечать очевидного. Я хочу напомнить, что под ними стоят подписи представителей Донецка и Луганска. И без прямого диалога с ними просто невозможно продвинуться урегулирование конфликта, будь то шаги в сфере политики, безопасности, либо дискуссия о присутствии в регионе силы Организации Объединенных Наций. Спасибо.